Сегодня день особенный, сегодня Благовещение. Это один из 12-20 праздников церковных, отличающихся особой значимостью. Благовещение именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии весть, благую весть о том, что Сын Божий станет Сыном Человеческим. И знаете, многие отрицают бытие Христа, многие отрицают Христа, поругают веру мою, но я лично и верую, и знаю, что Христос был и есть. Рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, им же вся Быша. «Прежде всех век» гласит символ веры. «Прежде всех век» замысел Христа и сам Христос появился до сотворения времени, до сотворения человечества и до лета исчисления. А еще Новый Завет – это книга, которая, как и Ветхий Завет, написана репортажным языком. Это я говорю, как опытный писак, газетчик, у меня тысячи публикаций. И это не художественная литература, это именно повествование. Повествование, причем отличающееся точностью. И знаете, что я вам скажу, ни один тиран и диктатор нашей планеты не захотел бы, чтобы его рождение и детство описывали в каком-то бедном, неблаговидном, небогатом виде. Однако Христос родился и был в яслях. А ясли – это место для содержания и корма маленьких скотинушек. И когда Христос был убит, он был казнен самой позорной на то время смертью. Ни один фальшивец не стал бы говорить так о себе. И те, кто следует ему, восхваляли бы его. Но восхваляли бы они его проховность, его земное. Понимаете? И именно от того я верую и знаю, что Христос был и есть. Поздравляю вас, уважаемые зрители, с этим прекрасным днем благовещения Господня. Представьте, как это было. Представьте, и было сие по-настоящему. Доброго вечера. Берегите себя и своих близких, ибо дела творятся в дни наши поистине сатанины. Дела, перекликающиеся с словами в апокалипсисе, откровении Анна, богослова и времена тяжкие. А там, где бушуют нечистая сила, знай, значит, и ангелы неподалеку. Ведь это бой. Белый путь. Да-да. Брюх. Брюх. Брюх.